Гамар Джоба. Килацав Акхал Целс. Привет, друзья. Это не с новогоднего будуна я наговорил вам билиберды, а это по-грузински я вам сказал здравствуйте с Новым Годом. Вот и наступил 23 год. Надеюсь, он принесет мир и благополучия всем и здоровья. После Нового Года принято друг другу ходить в гости и друг друга угощать разными блюдами. И вот я подумал, что одним из таких блюд, которые наверняка будут рады гости, это грузинское блюдо, которое называется аджахури. Очень классное блюдо, которое готовится в принципе несложно. Продукты всегда такие есть под рукой, их легко и просто купить в магазине. Основными ингредиентами этого блюда это свинина, картошка, лук, специи, зелень, подсолнечное масло. Что? Начинаем готовить. Итак, мы на среднем огне нагреваем две сковородки. В одну заливаем подсолнечное масло, на ней будем мы жарить мясо, поэтому даем сковородке хорошо прокалиться и маслу нагреться. Во вторую сковородку мы кладем сливочное масло и также его растапливаем. В ней мы будем жарить картошку. Итак, в эту сковородку, где у нас сливочное масло, мы нарезаем картошку вот такими вот ломтиками, скажем, это такими средними. И закладываем и на среднем огне жарим ее в течение 15-20 минут на готовности. А на сковородку с подсолнечным маслом мы раскладываем кусочки мяса. Мясо жарится 15 минут на одной стороне и 15 минут на другой стороне. И таким образом готовим компоненты нашего блюда. Итак, у нас прошло 15 минут, картошка еще будет дожариваться минут 5-7, а мясо мы переворачиваем на другую сторону. И продолжаем его жарить еще минут 15. Прошли очередные 15 минут, мясо мы выключаем, картошка у нас дожарилась чуть ранее, и мы теперь наше приготовленное мясо кладем в картошечке. Заправляем все, что у нас получилось специями. А если более конкретно, то это чайная ложка соли, чайная ложка перца, но по вкусу кому может пол чайной ложки перца. Мелко порезанный, либо через чесночную давилку 3 зубчика чеснока и один красный перец, порезанный на мелкие колечки. Все это мы заправляем сюда, в кастрюлю, в сковородку, и порезанный лук полукольцами также добавляем в это блюдо. Все продукты по граммам смотрите в описании, я там все подробно указал, написал, вы не запутаетесь. И теперь мы это тщательно перемешиваем. И будем жарить это на медленном огне в течение 5-7 минут под крышкой. Периодически открываем крышку и перемешиваем все это. Ну что, остался последний штрих. Мелко нарезанную кинзу мы сверху посыпаем. И вуаля, наша грузинская аджахури готова. Ну, а под такое аджахури грех и не выпить. Еще раз поздравляю всех с наступившим Новым Годом. Всем мира, добра, победы. Пользуйтесь рецептом на здоровье. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok